Музей истории космонавтики и астрономии может появиться в Барнаульском планетарии. Такую идею озвучил еще ее руководитель Павел Ягодкин еще летом. Но уже сейчас сотрудники готовы представить горожанам новые программы. Какие? Расскажем в сюжете. Музыка во Вселенной. 40 минут объемного оцифрованного классического органа. Новая программа уже доступна. Композициями Баха, Моцарта и других композиторов, авторов классических произведений может насладиться любой гость планетария. Идея новой программы принадлежит известному барнаульскому музыканту Сергею Буткееву. Что может быть лучше? Звездного неба или солнечного дня. Поэтому орган – это естественная часть Вселенной. И поэтому органная музыка, она должна звучать планетарией, слушать музыку, созерцая вот это небо и как бы находясь внутри этой космической сферы, тоже получается более эффективно, эмоционально более глубоко. Поэтому орган и планетарий, мне кажется, они созданы друг для друга. И это далеко не единственное новшество, которое ждет горожан в новом году. В планетарии откроются два зала, где будут проходить образовательные лекции, виртуальные выставки и в планах также обновить фасад и благоустроить прилегающую территорию планетария. К слову, глава города, который побывал на презентации музыкальной программы, отметил, что в новом здании планетарий работает всего год, а его посетило уже более 87 тысяч человек. В планетарии сегодня интегрирован в образовательный процесс. Его посещают школьники. Не только школьники города Барнаула. Есть экскурсии, приезжают школьники других наших городов. Не только Алтайского края, но в целом и Сибири. Сейчас в планетарии подготовлены программы ко дню космонавтики, дню Земли, дню защиты детей и многое другое. Всего более 40 образовательно-просветительских программ для детей и взрослых. Дмитрий Дроздов, День с толком.